172 километра газовых сетей построено в Тверской области за год. В региональном правительстве подвели итоги реализации региональной программы газификации в 2023 году и поставлены задачи на ближайший трехлетний период. Об этом рассказывает наш корреспондент. Газификация региона ведется поэтапно. С 2020 года в Тверской области уже построено почти 600 километров газовых сетей. Голубое топливо пришло в 489 тысяч домовладений. Одна из приоритетных задач программы газификации. В 2026 году газ должен прийти во все административные центры муниципальных образований региона. Для чего направлением у нас является юго-запад, северо-восток. И стратегия газификации это максимально создать возможности для развития предприятий, для создания новых рабочих мест в бюджетной сфере. Переход к газу, переход к автоматизации нам позволит с вами более четко работать в части обеспечения функции по теплоснабжению, по энергоснабжению наших муниципальных образований, наших населенных пунктов. За три года в регионе планируется построить 1610 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать еще 90 населенных пунктов. Предусмотрено строительство газопроводов и распределительных сетей для газификации Белого, Весегонска, Западной Двины, Максатихи, Нелидова, Оленина, Сандова, Торопца, Удомли и села Лесное. Уже в следующем году планируется приступить к строительству газопровода-отвода от Ржева до Нелидова. Видно, насколько важная тема для Тверской области – газификация. Это не просто изменение вложения средств в инфраструктуру, которая позволит области привлечь новых инвесторов, изменить затрату многих промышленных предприятий, жителям, обеспечить лучшее качество жизни. Но это показывает, как принятые вопросы на предыдущих совещаниях начинают прорабатываться в реализации на последующих. Программой до газификации охвачено 615 населенных пунктов в 27 муниципалитетах Верхней Волжи. Сейчас заключено 13 652 договора. Важен вопрос не просто газификации, газификации этой части, а нужно обеспечить надёжное, доступное для потребителей энергоснабжение. И каким способом эта комплексная задача здесь должна быть забалансирована решением. В числе обозначенных главой региона приоритетов подключение газо-социальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта. Мы планируем до 2025 года максимальное количество социальных учреждений газифицировать для того, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств и как государственных, так и муниципальных. Это будет комплексной работой не только строительства газовых котельных новых для социальных объектов. Это детские сады, школы, но ещё это требования к сохранению теплового режима, к теплоэффективности, энергоэффективности этих зданий. В 2024 году в Калязинском округе построят межпоселковый газопровод от деревни Высокого до Устиного с газораспределительными сетями по девяти населённым пунктам. В Калининском округе предусмотрена газификация деревень Захарьина, Панино, Каськово, Головачёво, Дудино, Большие горки. В Киморском округе деревня Зверево и посёлок Приволжский. В Осташковском округе построят межпоселковый газопровод Троеручица-Лежнево для газификации четырёх населённых пунктов. В Ромешковском округе запланировано строительство разводящих сетей для газоснабжения деревни Перелоги, газопровода Засколье, Рождество, Толстикова. Продолжится и газификация Санковского округа. В частности, построят распределительный газопровод в селе Петровское. Субтитры создавал DimaTorzok